Это очень хорошо. Время у нас 12.01, дорогие коллеги, и сегодня Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра Московского государственного психолого-педагогического университета проводит заключительный в этом году Всероссийский научно-практический вебинар на очень актуальную тему Организация работы с детьми с расстройствами аутистического спектра в соответствии с примерной основной адаптированной общеобразовательной программой дошкольного образования Меня зовут Артур Валерьевич Хаустов, я являюсь директором центра и чуть-чуть попозже я представлю тех экспертов, которые сегодня со мной за одним столом в Федеральном ресурсном центре Сразу хочу сказать о том, что у нас много мероприятий интересных запланировано еще и на следующий год, на 2020 Я вчера их насчитал 12, все они всероссийского уровня, некоторые из них с международным участием Смотрите иногда в календарь наших событий, там наверняка будет что-то интересное для вас Что же касается нашего сегодняшнего вебинара, то я очень хорошо знаю, что его ожидали очень многие И по электронной регистрации зарегистрировалось полторы тысячи человек на него для того, чтобы узнать, каким же образом работать с дошкольниками Особенно в условиях дошкольных организаций, то есть детских садиков, например Действительно тема актуальная, поскольку сейчас в России мы анализируя данные и проводя совместно с Министерством просвещения Всероссийский мониторинг ежегодный, мы понимаем, что порядка 37% детей, обучающихся в системе общего образования Мы говорим сейчас о начальном, основном и среднем общем образовании 37% детей по официальным данным находятся на обучении, на той форме обучения, которая называется надомные Индивидуально они учатся на дому Это очень большой процент и безусловно это всех нас беспокоит Мы задались вопросом, почему же это происходит И в общем-то мы понимаем, что здесь два основных фактора Первый из них это то, что с ребятами дошкольного возраста не проводятся достаточные работы И конечно в этой связи иногда они вообще не получают никакой помощи, поддержки, никакого образования в условиях дошкольных образовательных организаций И безусловно они оказываются в этой ситуации не подготовленными к школе Естественно система вынуждает перейти таких ребят на индивидуальное обучение на дому И с нашей точки зрения это неприемлемо, потому что те социальные дефициты, которые есть у ребят Они нуждаются в коррекции и формировании социальных навыков Это невозможно сделать, если ребята учатся именно на дому Второй фактор, он конечно связан с недостатком подготовки специалистов И мы, в том числе федеральный центр, занимаемся как раз этим вопросом Надеемся, что наш вклад достаточно минимален, хотя бы вот на таком вот уровне Что касается еще цифр и статистики Действительно у нас большое число детей с аутизмом сейчас в системе дошкольного образования Их порядка 7 с лишним тысяч детей по всей России И опять же таки по результатам того же мониторинга мы видим, что для значительной части из этих детей Примерно для 2-3 не разрабатываются адаптированные основные общеобразовательные программы Ребята, как правило, зачисляются в группы, например, компенсирующие или комбинированные реже направленности И учатся, не учатся, а получают дошкольное образование как раз по этим программам И поскольку для них программы именно под эту категорию ребят с 1 не разрабатываются То мы понимаем, что в ходе реализации этих программ не учитываются особые образовательные потребности этой категории детей И я напомню, из 7 тысяч таких ребят, чьи потребности не очень учтены Их порядка 2-3 И, конечно, Министерство просвещения, и мы очень хорошо знаем о этом дефиците И с 2018 года в России запущен проект апробации адаптированной основной общеобразовательной программы Примерной В 6 регионах России И есть 7 апробационных площадок Одна из которых как раз находится в Федеральном ресурсном центре Руководитель этого проекта Сергей Алексеевич Морозов Я его еще представлю чуть позже, как я уже сказал, с другими нашими экспертами И сегодня как раз мы будем говорить о трех важных блоках Первый блок – это, собственно, особенности вот этой примерной программы, которая разработана и апробируется Как проходит апробация, какие особенности апробации в разных регионах и в разных моделях образовательных Дальше мы перейдем непосредственно на опыт Федерального ресурсного центра Каким образом эта программа реализуется в группах кратковременного пребывания в ФРЦ И закончим мы абсолютно практикоориентированными, полезными для специалистов вещами Связанными с тем, какие подбирать способы и приемы работы с ребенком с аутизмом В зависимости от того, насколько сильно он нуждается в поддержке И в зависимости от его уровня развития Вот такой примерно план, о котором вы догадывались, конечно, и по информационному письму Он будет в течение сегодняшнего дня И я с удовольствием представлю наших сегодняшних экспертов Во-первых, это Сергей Алексеевич Морозов Председатель региональной общественной благотворительной организации «Добро» И ведущий научный сотрудник Федерального института развития и образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы При президенте Российской Федерации Сергей Алексеевич очень приятно и полезно, я считаю, наше сотрудничество И повторюсь, Сергей Алексеевич является руководителем этой большой, очень важной для России работы Дальше я с удовольствием представляю Галину Васильевну Дон Это методист Федерального ресурсного центра Которая курирует проект Курирует этот проект по апробации программы непосредственно в Федеральном ресурсном центре И еще один наш эксперт Это Юлия Ивановна Ерофеева Это учитель-дефектолог Федерального ресурсного центра С огромным опытом работы с детьми с аутизмом И как раз третья часть нашего сегодняшнего вебинара Будет исполняться Юлией Ивановной На этом у меня вводное все Я с большим удовольствием предоставляю слово Сначала мне поручено рассказать о том, что это за программа В чем ее особенности и почему министерство пошло на то, чтобы провести двухгодичную апробацию ориентировочную Мне бы очень хотелось, чтобы за два года мы уложились, но жизнь покажет Вы все хорошо знаете, что по Конституции Российской Федерации Образование настроится на основе федеральных и государственных образовательных стандартов Поэтому, когда был принят закон об образовании Российской Федерации Достаточно быстро начали приниматься стандарты различные В том числе в конце 2013 года был принят стандарт дошкольного образования И он был составлен на очень гуманистических принципах Что в дошкольном возрасте выделять отдельные направления коррекционной педагогики И отделять их от детей, которые характеризуются типичным развитием Наверное, нецелесообразно Авторы стандарта рискнули подумать, что общность дошкольного возраста сильнее Нежели различия в разных вариантах нарушений Оказалось, что это в принципе, наверное, правильно Но для работы не очень удачно Потому что многие положения, которые легли в основу стандарта И те задачи, которые ставятся в стандарте Они в случае, я не скажу, всех нарушений развития Но при расстройствах аутистического спектра Тяжелых мышечных нарушений развития Выраженных формах умственной отсталости Они, конечно, оказываются скорее символами и целями, к которыми нужно идти Но отнюдь не теми стартовыми позициями, с которых можно начинать работу Если говорить именно об аутизме То прежде всего аутизм характеризуется чрезвычайной полиморфностью И видим с вами, я не знаю, примеры нужно ли приводить для такой аудитории Что если мы возьмем даже IQ, то у нас может быть и меньше 20, и больше 150 Если мы говорим о речи, то на момент первичного обращения До половины детей мутечны, а у других идет опережающее развитие того иного показателя Ну там, скажем, словарного запаса, грамматического строя Чего-либо еще И каким образом все это уложить в стандарт Совершенно непонятно Тем более, что, ну возьмите, скажем, здесь такое положение Что мы должны проживать все этапы возрастного развития А как оценивать возраст ребенка, если у него по интеллекту 4 года По речевому развитию понимания речи 2 года По экспрессивной речи вообще меньше года По общей моторике 5-6 лет И получается, что мы оказываемся в ситуации абсолютно Несоответствующей положению стандарта Вот или когда говорится, совершенно справедливо говорится Что мы должны использовать прежде всего те способы работы Которые адекватны дошкольному возрасту Прежде всего, безусловно, говорят об игре Но если вы посмотрите МКБ-10 То там говорится, что нарушение развития социально-имитативной игры Сюжетной игры, ролевой игры Это диагностические признаки утили Но как начинать? И очень часто оказывается, что не только игра И другие имплицитные методы обучения Они с детьми с аутизмом не срабатывают И что нам тогда? Конечно, с одной стороны приходится их развивать Иногда это бывает успешно, иногда и нет Тогда как? Тогда приходится переходить к тому, что в стандарте пару раз названо Механической скалеризацией То есть применять уже экспрецептные методы Программу сделали абсолютно непригодной для практики Поэтому мы постарались выделить этапы дошкольного образования Оно у нас разделяется на ранний возраст Разделяется на начальный этап Основной этап и пропедактический Границы между ними не по возрасту А границы между ними функциональные За исключением, ну, в какой-то степени Раннего возраста, ранней помощи и начального этапа В чем здесь дело? Все очень просто Потому что до трех лет Установление диагноза аутизма Не считается в полной мере обоснованным Да если его и устанавливают То большой процент в дальнейшем приходится Или менять, или уточнять И фактически ранняя помощь Она направлена на детей У которых с какой-то вероятностью Может сформироваться расстройство Утистического спектра В три года ранняя помощь кончается Когда устанавливается диагноз В дальнейшем И с этим мы сейчас немного позднее Поближе поговорим, познакомимся Что дальше возникают вопросы А обучение как должно строиться Традиционно в дошкольном образовании Обучение в группе Но для ребенка с аутизмом Основные признаки аутизма Которые вам всем известны Что это нарушение коммуникации Нарушение социального взаимодействия И если без подготовки ребенок Помещается в группу То не получается так Что будучи окружен детьми Он учится общаться Для этого нужны совершенно специальные методы Которые и заставили выделить Обучение воспитания детей С расстройствами аутистического спектра В отдельные направления Коррекционной педагогики И границей между начальным этапом И основным этапом Мы полагаем Появление хотя бы Некоторые возможности Введение ребенка в группу Пусть по отдельным видам деятельности Пусть на непродолжительное время Но старт должен быть И такой старт безусловно возникает При правильно подобранном Основном коррекционном подходе При достаточном объеме работы И при адекватном качестве К сожалению По всем вопросам возникают Сложности В отношении основного этапа Опять-таки Даже когда ребенок Находится в группе Артур Варьевич совершенно правильно Отметил Что нам нужна Адаптированная образовательная программа Для того, чтобы ее сформировать Нам нужно определиться С содержанием образовательных областей Нам нужно определиться С примерными программами И здесь надеяться на то Что вот будет какая-то программа Взял ее и реализуй на здоровье При том разнообразии Вариантов развития аутизма И при отсутствии Дифференциации образования Детей с аутизмом Рассчитывать на это сейчас не стоит Поэтому Думая в будущем О дифференциации образования На настоящее время Мы скорее должны установить Правила Каким образом Индивидуализировать И адаптировать программу Которую вот Мы сейчас Опробируем В ходе Нашего двухгодичного мероприятия Оказалось, что В общем-то Дело достаточно сложное Что происходит? Давайте попробуем посмотреть Ну, во-первых В качестве Площадок Апробационных Были выбраны Два детских садика Из Тюмени Центра лечебной педагогики В школе Центра лечебной педагогики Дифференциального обучения В Тамбове 214-й детский сад В Краснодаре 196-й сад В Воронеже И Федеральный ресурсный центр Естественно Так, каким образом У меня перейти здесь Там пошел Вот здесь перечислены Эти площадки Но это не суть важна Всего Участвует Порядка 160 детей И я хочу вам представить То, что произошло за год С сентября 18-го года По сентябрь 19-го года Больше всего детей Исходно было В Краснодарском садике Сейчас стало Больше всех В 133-м садике В Тюмени В Краснодаре Делали все Для того, чтобы Немножко Привести В соответствии С нормативами В Тюмени Так обрадовались Успехом Своего детского садика Что Прислали им Огромное количество Новых воспитанников С которыми Им пришлось Довольно туго Не потому, что Они не умеют И потому, что Они просто не были готовы К такому повороту событий Специально подбирали Экспериментальные площадки Разные Потому, что Если вы возьмете Например Центр лечебной педагогики В Шкове То там Аутистические расстройства Как правило В регистре тяжелых Множечных нарушений Вот Если вы возьмете ФРЦ Здесь Более-менее Чистые варианты Аутизма Хотя совсем без Коморбидности Не обойдешься Ближе всего К жизни Конечно Детские садики Тюмени Коснодар И Воронежа Ну и Что интересно То, что Мы говорим Ранней помощи Заканчивается В три года А у нас получается Что детки Которые входят В эксперимент Они ближе К шести годам Причем В восемнадцатом году Было меньше Чем В девятнадцатом Было пять лет Три месяца Стало пять лет Шесть месяцев За год Несколько снизился Возраст воспитанника Только в Тамбове И во всех остальных Ну примерно На одном уровне Что бы мне хотелось Отметить Вот здесь Прямо уже видно В составе Центра Лечебной педагогики Дифференцированного Обучения В Пскове Имеется Отделение Ранней помощи И в результате Возраст Детишек В этом центре Меньше Потому что Они К отчасти Обеспечиваются За счет Своего отделения Ранней помощи Дети поступают В более оптимальные Сроки Хотя конечно Дети очень Непростые Очень важный Момент И для Решения Практических Вопросов И наверное Для некоторых Будущих Научных Проблем Особенно связанных С дифференциацией Образования Дошкольного Детей с аутизмом Наличие коморбидности То есть наличие Сотвуствующих Расстройств Ну вот неоднократно Обсуждалось Что мы будем делать То ли У ребенка С аутизмом Сниженный Интеллект То ли Аутистические Черты У ребенка С умственной Отставостью Более-менее Четких И понятных Критериев Которые Во всех Случаях Работают Сейчас нет И оказалось Что кроме Псковского И Московского Федеральных Ресурсных Центров С коморбидностью Разбираться Очень тяжело И причин Много Это нет Как раз В меньшей степени Подготовленность Самих Сотрудников Это больше Пожалуй То что У нас Медицина Идет Достаточно Оторвано От Коррекционной Педагогики И Не Поставляет Даже Те материалы Ту информацию Которую Могла бы Поставлять А желательно Б побольше И второй момент То что Качество работы ПМПК Оставляет Желать Лучшего Вопрос Чрезвычайно Важный Но Не получается Далее Возникает Еще один Очень важный Вопрос Потому что Идет Апробация В результате Получится Какая-то Программа Ее может быть Примут Может нет Но ее Надо как-то Оценивать Точно так же Как нужно Оценивать Ход апробации А какие критерии И здесь Возникает Опять-таки Исключительно Тяжелый Вопрос Потому что Контингент Настолько Широк И настолько Разнообразен Вот скажем Сравнить Контингент Дух ФРЦ Совершенно Несравнимый Момент Оба делают Свою Важнейшую Задачу Оба делают Ее Достаточно Хорошо Вот Но Сравнивать Одним Критерием То что Делается В Москве И Пскове Не получается Пока Пока Вот в качестве Рабочего Варианта Мы попробовали Использовать Критерии По ДСМ5 Там Выделяются Три уровня Третий Наиболее Тяжелый Который Требует Постоянной Максимальной Помощи Первый Менее Сложный И мы Видим Что в течение Года У нас Количество Детишек Первого уровня Несколько Возросло Количество Детишек Второго уровня Несколько Возросло И третий уровень Несколько Уменьшилось Я здесь Не привожу По каждому Учреждению Динамику Это не столь Важно Главное Что общая Динамика Была Достаточно Отчетливой Вот Кроме того Посмотрите Опыт Не охладил Пыл И не направил На то Чтобы А давайте Мы примем Детишек Попроще Нет Приняли Детишек Первого уровня Только 2,6 Процента А в основном Принимают Второй Третий Уровень Это очень Тяжелая Группа Второй Критерий Который Был Предложен Вот Когда Мы Занимаемся Детьми Ранняя Помощь Сейчас Пока Выпадает Больше А если Мы берем Детишек Которые К нам Приходят То Они Чаще На Начальном Уровне Но Иногда Чуть Побольше Мы С ними Занимаемся И в результате Постепенно Дети Продвигаются От Начального Этапа К Основному Ну Про педагогический Этап Выделяется Просто Задача Другая Уже Подготовка К школе Посмотрите Что Получается Получается Что Если Мы Берем Сентябрь 18 Года То У Детишек Было 79 Почти 80 Процентов Начальный Этап И Чуть Больше 20 Основной И Препедертический В сентябре Стало На 20 С лишним На 25 Почти Процентов Меньше Начального Этапа То есть Безусловно Эффективность Работы Есть Опять Таки Я не привожу Здесь В деталях Здесь Вопрос Не в Учреждениях А в Общей Направленности И Опять Таки Приняли Много Детей Не Вышеначального Хотя Есть Немножко И Сдвиг В то Что Полегче Чуть Чуть Принимать Состав Контингент Менялся За счет Того Что Дети Переходили В школу Меньше Гораздо Примерно В 4 раза По Другим Причинам Ну И В Замен Были Приняты Другие Детки Вот Каких-то Влияний На Качественные Характеристики Я здесь Не вижу То есть Все идет Своим Чередом Но Посмотрите Что У нас Получается Вот Дети Ушли В школу И У нас Оказывается Что В одном Случа Это ФРЦ Московский Ребенок Стал обучаться По 8.1 Варианту Что 15 детишек 8.2 28.3 И 6.8.4 Причем Почти все По СИПР Для Псковского Центра Раз Не всегда Подходит И здесь Некоторые Детишки Сразу В структуре ТМНР Учатся Либо По Ну Собственно Все Учатся По Программе Для детей ТМНР Вот И Мы Отследили Для всех Детей Как Это Все Происходило И Здесь Есть Уже Несколько Подсказывается Интересных Решений Ну Во-первых Для Федеральных Ресурсных Центров И Для Тамбовского Центра Дети Продолжают В рамках Одного Учреждения Образования И В этом Очень Большая Положительная Сторона Потому Что Переход К Начальному Образованию Гораздо Мягче Хотя Не Меняются Помещения Меньше Изменений В том Что Происходит С Кадровым Обеспечением Легче Каким-то Образом Обеспечить Продолженность И Преемственность Дошкольных Программ И Школьных Программ С Другой С 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 Когда Они Переходили В Другие Школы В Воронеже Как правило Ресурсные Классы И Москве Насколько Я знаю Тоже В Этом Тоже Есть Своя Положительная Черта В том Что Дошкольная Подготовка Возможно Позволит Несколько Изменить Содержательную Сторону Работы Ресурсных Класс Когда От Сугубо Коррекционных Задач Можно Будет Подумать Больше О Задачах И Академических Жизнной Компетенции В более Широком Смысле Ну И В ходе Апробации Одна из Наших Задач Разработать Диагностический Комплекс Здесь За год Вот здесь Дроби Везде И Левая Часть Восемнадцатый Вот Правая Девятнадцатый Произошли Серьезные Изменения Ну Во-первых Вот это Даже уже Не сентябрь Декабрь Во всех Площадках Появился ПЭП Три Раньше Воронеж Немножко Отставал По техническим Причинам Сейчас По всех То же самое Практически Во всех Появился Карс В Краснодаре И Пскове Он Есть Они Просто В стадии Освоения Вот А в отношении Других Подходов Ну Я здесь Не обозначил Еще Ну Например Эблс Ар Или Использует Иногда Методику Стребелева Иногда Использует Вопросник Который Разработан Федеральным Бесосновым Центром Нам Предстоит Обсудить Что нужно Потому что Точки Зрения Неодинаковые Некоторые Говорят Что Скажем Использование Таких Тестов Как Эблс Вибимап В детском Саду Это Маловероятно Вот Или Использование Вайландского Теста Тоже Маловероятно Здесь Нам Нужно Это Все Обсудить Что Мы Поверь Мы Сделаем В начале Февраля Я Думаю Что Решение Неоднозначное Потому что Если Мы Говорим Например О региональном Ресурском Центре Я думаю Что Они Должны Иметь Достаточно Широкий Спектр Возможностей А если Это Детский Сад То Надо Решать В каждом Конкретном Случа По-своему То же Самое Очень Важный Момент И Я бы Сказал Такой Очень Острый Дискуссионный Момент На момент Принятия Программы В ходе Апробации Как Методически Должен Обеспечиваться Коррекционный Процесс Вот Что касается Меня И Нашей Организации Я имею ввиду И Добро И Феррон Мы Придерживаемся Совершенно Однозначно Той позиции Что У нас Все-таки Методики Существуют Для ребенка А не наоборот Поэтому При Таком Разнообразии Клиническом Характеристике Детей с аутизмом Думать Что есть Какой-то Лучший метод Это Вряд ли То есть Вопрос состоит В том Каким образом Для данного Конкретного Ребенка На данный Этап Его развития На данный Этап Коррекционной Работы Выбирать Адекватный Способ Отчасти Эти вопросы Решены Они Есть В печати И посмотрите Что произошло За год Вот Это Совместная Работа Совместное Обсуждение Привело К тому Что Те Кто Придерживался Очень Жестко Прикладного Анализа Поведения Других Поведенческих Подходов Они Естественно От них Не отказались И слава богу Этого Нельзя Делать Вот Но Они Посмотрели И в сторону Эмоционально Ориентированных Подходов И Даже Вот В Воронеже Где Особенно Был Развит Прикладной Анализ Поведения Они Стали Отчасти Использовать Эмоционально Ориентированные Подходы Меньше Флот Ам И меньше Отработка Основного Ответа Пивотал Респонс Тренинг Вот Но На мой взгляд Это уже Дело Контингента И Вкуса Мы Стараемся Придерживаться Того Что Если Все-таки В будущем Будет Такая Специальность Направляя На воспитание И обучение Детей С аутизмом Может быть Не все Будут Владеть Всеми Методами Но Иметь Представление Трактовать Подписало Письмо Письмо Где Всем Участникам Апробации Дается Статус Федеральных Экспериментальных Площадок Потому что Когда мы Разрабатываем Какие-то Новые Направления Надеяться На то Что Организационные Решения Прошлые Нас В полной Мере Убитворят Я Не думаю Что это Реально И Эти Организационные Решения Уже Сейчас Достаточно Неоднозначны В Апробационных Площадках Потому что Ну например ФРЦ Вам сегодня Об этом Скажут У них Используется Только группа Кратковоемного Пребывания Если Мы Говорим О Воронеже Практически Индивидуальные Работа До 70% Индивидуальная Работа И С другой Стороны Это Очень Дозированные Постепенные Аккуратные Инклюзии Которые Дают Очень Неплохие Результаты И Ребенок Ну фактически Один Ребенок С аутизмом Попадает В Общеразвивающую Группу То же Самое Краснодар Обладающий Колоссальным Опытом Работы С детьми С аутизмом Они Выводят Ребенка На Инклюзию Или В группу С ЗПР Или Солнечной Отсталостью Таким Обратом Что больше Двух детей В группе Не бывает И Этот опыт Он Показывает Что В других Экспериментальных Площадках Здесь Нужно Подумать Об организационных Решениях Для того Чтобы Обеспечить Оптимальный Вариант Адекватные Условия Для того Чтобы Дети С аутизмом Могли Двигаться Дальше Хотя Конечно Потенциал Инклюзивный В разных Площадках Не одинаковый Вот И Возможности Потенциальной Инклюзии Тоже не одинаковые Потому что Ну Посмотрите Когда ребенок С аутизмом Находится в группе Для детей Можно Это Расценивать Как Инклюзию Или нет В каком-то Смысле Да Но Все-таки Это Совершенно Качественно Другое Явление Далее В отношении Методического Обеспечения Тоже Возникают Большие Сложности Вот Я занимаюсь Аутизмом Уже Достаточно Давно Более Сорока Лет И За это Время К сожалению У нас Не появилось Ни одного Официального Документа Посвящен Методическим Аспектам Работы С детьми С аутизмом Есть Методические Рекомендации Есть Возможные Методические Письма Но Именно Нормативного Документа Нет Это Крайне Необходимо Потому Что Без Такого Документа У нас Всегда Возникает Момент Некоторые Излишней Произвольности Решений Или Как один Родитель Сказал Гораздо Определеннее Возникает Вопрос Дикого Рынка Ну Дикий Рынок Сейчас Не везде Все-таки Но То Что Решения Принимаются Достаточно Волонтаристки Это Далее В отношении Кадрового Обеспечения Ну Вот Я Здесь Не буду Касаться Слишком Глубоких Моментов Мы Сейчас Старались Смотреть На То Что Есть Прикладе 2014 В редакции 2019 Года Почти Все Площадки Выполняют Те Нормативы Которые В этом Прикладе Заложены В Воронеже Даже Перевыполняют Вот Ввиду Того Что У них Региональная Программа По Аутизму Очень Мощная И Идет Сколько Уже Лет Наверное Шесть Вот Если Не Семь Вот А В детском Садике 133 Ввиду Того Что Им Вдруг Прислали Огромное Количество Детей С Аутизмом Они Отстали Нормативы Выполнить Не Смогли Но В отношении качественных характеристик К сожалению Все То же Самое Да Помогать детям С аутизмом Надо было Поскорее Да Надо было Скорее Все Организовывать И издавать документы Но Подготовить адекватно Кадры И разработать Стратегию Нам пока Не удалось Сейчас Этот вопрос В министерстве Один из самых Горячих И я очень Надеюсь Что что-то Здесь Серьезно Изменится Еще один Очень серьезный Момент Для меня Особенно больной Потому что Я все-таки По образованию Врачей Длительное время Мы работали И В институте Коррекционной Педагогики В обществе Добро Именно Как команды Медиков Психологов И педагогов И Сейчас Получается Так Что В наших Апробационных Площадках Только в Тамбове Врачи В штате Абсолютно Официально В двух Случаях Директора Добиваются Того Чтобы Было Какое-то Сотрудничество Пусть на основе Личной договоренности Но врач Должен Видеть Ребенка В реальной Жизни Ситуации На занятии Во время Игры Потому что Когда Где-то В диспансерии Врач Лечит Где-то В ПМС Центре Психолог Тоже Выполняет Свою Программу А педагог Дефектолог В школе Решает Эти вопросы Или в детском саду А там И с дефектологом Еще Не так хорошо Дело обстоит То это Совсем не годится А мы видим В пяти случаях Ничего не поделаешь По месту Жительства Одно А в школе Или в детском саду Другое Вот это Вопрос На мой взгляд Очень даже решаемый Для этого Нужна просто Определивая Политическая воля Местных властей Ну В отношении Сотрудничества С родителями Ну Вот скажем В нашем коллективе Которые Работают уже Достаточно Давно Разно более Тридцати лет Официально Тридцать Но вообще-то Больше Вот Мы всегда считаем Что Примерно Семьдесят Ощемьдесят Процентов Того Что получится Зависит От того Как мы Работаем С родителями И как Они Восприняли На то Что мы Рассказываем И Вот за Год апробации Больше уже Дарья года Было проведено Я даже не знаю Сколько встреч Я официально Написал Сто девять Но Мэн Буш Вот И проведено Шесть Вебинаров С родителями В Тамбове Дважды В Краснодаре Дважды Вот И Вопросы Все равно Остаются Очень серьезные И понимание Самой проблемы И адекватная Оценка Возможностей Ребенка И способность Разделить Интересы Ребенка И собственные Амбиции Это Очень сложно Вот В одном Из центров Не буду Говорить Каком Чтобы не портить Отношения С родителями Специалистов Провели Довольно Широк Анкетирование И получилось Что Около Половины 46% Семей Готовы Работать Стараются Выполнять Рекомендации И Ну в общем-то Являются Активными Участниками Образовательного Процесса 40% Считают Что Все равно Ничего Не выйдет Они Приводят Детей В детский Сад Только Для того Чтобы Ну как бы Освободить Себе Руки Для какой-то Другой Работы Вышло Время И 14% Вообще Ни во что Не вникает Посещают Сказали Посещают Удобно Да Смечать Понятно Что такая Ситуация Не Устроит Ни в коем Случае Мы не Сможем Добиться От дошкольного Образования Результат Который Позволит Нам Снизить Коррекционную Нагрузку На школу Который Поможет Нам Снизить Тьюторское Обеспечение Обоснованно Снизить Добиться Самостоятельности Детей И сделать Так Чтобы Они Не по Академическим Дисциплинам Ни по Жизненной Компетенции Не Оказывались В очень Сложном Положении При переходе В школу Это настолько Существенно Что Мы сейчас Ферлоран Хикс Даже Проводим Специальные Исследования По Обеспечению Приемственности Дошкольного Начального Общего Образования Понятно Что Не все Вопросы Решены Даже Больше Того 31 Августа 18 Года Заметитель Министра Просвещения Синюхин Татьяна Юрьевна Пописала Дорожную Карту Дорожные Карты Прописаны Что Когда И как Мы Должны Делать Мы Стараемся Во всяком Случае Все Участники Ну не Всегда Своевременно Но Представляют Все что От них Хотят Получить И тем Не Менее Нам Нужны Какие Это более Серьезные Возможности Обсуждения Потому что Я не считаю Что эти моменты Можно вводить Директивно Нужно Проговорить Нужно Обсудить Нужно Попытаться Найти Я не скажу Что компромисс Но Общим Решение Это касается Критерий Эффективности Программы И ее Апробация Это касается Содержание Образовательных Областей Например В этом плане Содержание Представили Все Ну я не скажу Одинаково Но Сходно Но тем не менее В одном Случае Эти образовательные Области Очень жестко Разделены А в другом Случа Не очень В одном Случа Это образовательная Область Для начального Этапа Одно Для основного Другое А в другом Говорят А давайте Мы сделаем Непрерывно С тем Чтобы Была Большая Возможность Гипности Это нужно Обсудить Тоже Относится К комплекту Примерных Рабочих Программ И некоторых Других Вопросов Которые Я здесь Не обозначил Вот если Попытаться Подвести Итог То Работа Оказывалась Много Сложнее Чем Можно Было Себе Представить И второй Момент То что Я сейчас Абсолютно Убежден Что решение Не о введении Программы А об апробации Программы Было Очень Правильным Потому что Мы делаем Абсолютно Новое Дело Я вам могу С уверенностью Сказать Ни в одной Другой Стране Которые Занимаются Аутизмом Уже Многие Десятилетия Такого Подхода Нет В нем Есть Свои Подводные Камни Вот Но есть Свои Очень Сильные Положительные Стороны Я надеюсь Что Для нашего Образования Это Ставит Важным Достижением А для наших Детей С аутизмом Важным Аппаратом Важным Инструментом Для того Чтобы добиваться Максимально Возможного Раскрытия Их Потенциала Их Особенностей Спасибо За внимание Галина Васильевна Федеральные Ресурсные Центры Является Одной Из Апробационных Площадок И Мы Сегодня С коллегами Хотим Представить Наш Опыт Апробации И Особенности Реализации В такой Модели Организации Образования Как Группа Ковременного Пребывания В Федеральном Ресурсном Центре Функционируют Четыре Группы Ковременного Пребывания Для детей С пяти До Семи Лет Режим Посещения Четыре дня В неделю По три часа Прием Детей Осуществляется В соответствии С заключением Центральной Психолого-медико-педагогической Комиссии Города Москвы Кадровое Обеспечение Группы Проговорил Сергей Алексеевич Тоже Обеспечено В соответствии С нормами Закрепленными Приказом 10-14 В том числе С внесенными Изменениями И на Группах Кратковременного Пребывания Работают Такие Специалисты Как Воспитатель Педагог-психолог Учитель-логопед Учитель-дефектолог Педагог Дополнительного Образования Учитель музыки Учитель физкультуры Таким образом Команда Психолога Педагогического Воспровождения Полноценна Для того Чтобы Обеспечить Работу Но Секундочку Специфика Организации Группы Кратковременного Пребывания Отличается Тем Что Время Здесь Сжато И Соответственно Фактически Ребенок Поступая В нашу Группу Он Входит В начальный Этап Освоения Программы И Практически На следующий Год Включается В работу И в освоение Программы По Педагогическому Этапу То есть Нет Полноценного Времени Достаточного Времени Для Освоения Основного Этапа Программы Фактически Начальный Этап И Основной Этап Они Суммируются Вместе И В связи с этим Конечно Возникает Вопрос Определения Объема Содержания Образования И Реализации Программы В так называемом Сокращенном Варианте И Все же Даже при таком Сокращении Принципиально Важно Обеспечить Адаптацию Ребенка К среде Обеспечить Социализацию Взаимодействие Со сверстниками И Взрослыми И в то же время Не упустить Ни одну Из Линии Развития Ребенка И В связи С этим В группе Кратковременного Пребывания Время Распределено Очень Экономно Таким образом Чтобы его было Достаточно В первую очередь Для проведения Коррекционной Работы Со специалистами Для проведения Развивающих Занятий С педагогом И Для самостоятельной Деятельности Детей Первый год Обучения Это старшая Группа Детей С 5 до 6 лет Здесь Актуальна Задача Именно Обеспечение Достаточного И эффективной Коррекционной Работы С детьми С той целью Чтобы в дальнейшем Подготовить Их К Таким формам Работы Как Групповые Занятия Фронтальные Занятия Апробации Программы В группе Осуществляется Посредством Непрерывного Цикла Этапов Вы видите Их На слайде При поступлении Ребенка В ФРЦ Конечно Мы проводим Свою Оценку Уровня Развития Ребенка Как правило Сентябрь Является Диагностическим Методом Когда Специалисты Проводят Индивидуальные Встречи Индивидуальные Занятия С детьми Проводят Эту Оценку Для Психологопедагогической Диагностики Использовались Методики Как озвучил Сергей Алексеевич Это и ПЭП-3 И Вайланд И КАРС В том числе После того Как Проведена Была такая Диагностика Специалисты Все специалисты Сопровождение Обсуждали Ситуацию Развития Каждого Ребенка И Определяли На какой Этап Освоения Программы Возможен В соответствии С его Особенностями Определяли Уровень Необходимой Поддержки Для конкретного Ребенка Выделяли В обсуждении Ведущую Проблему В развитии Каждого Ребенка И Старались Вычленить Основной Метод Который Будет Использоваться В психолого Педагогическом Сопровождении Ну и Конечно Выделяли Формы Работы С детьми Как Групповые Как Подгрупповые И Индивидуальные И Соотношение Их Конечно На начальном Этапе Это больше Индивидуальное Сопровождение Хотя Начиная С октября Потихонечку Мы Практикуем Включение Детей В такие Фронтальные Занятия Как Музыкальные По Художественному Творчеству И По Адаптивной Физкультуре На эти Занятия Дети Как правило Откликаются Положительно И Если Ребенок Готов Мы Начинаем Потихонечку Вводить Его В ситуацию Группы Ну и После Оценки Уровня После Обсуждения Разрабатывается Индивидуально Адаптированная Программа Которая Потом Утверждается На Консилиуме Образовательной Организации И Согласуется И Подписывается Конечно Обязательно Родителями Каждого Ребенка Ну и После Этого Уже Начинается Систематическая Работа По Коррекционно-образовательной Деятельности Естественно Ведется Наблюдение За Развитием Детей Если Возникают Какие-то Трудности Принимаются Оперативные Решения Согласовано Всеми Специалистами Всей Командой В январе Мы Возвращаемся К динамической Оценке Развития Детей Рассматриваем Прохождение Ребенка По Задачам Адаптированные Образовательные Программы Отмечаем Есть ли Прогресс Может Быть И такая Ситуация Что И в каких-то Моментах Может быть И регресс В развитии Ребенка Если Например Ребенок Достаточно Время Был Ситуацией Болезни Все это Обсуждается Принимается Решение По Корректировке Целей И Задач Программы Если Она Необходима И В дальнейшем Продолжается Снова Коррекционно-образовательная Деятельность С выходом В мае Уже На Итоговую Оценку Уровня Развития Детей Где Мы Просматриваем Насколько Прошел Путь Развития У ребенка Эффективно Либо Менее Эффективно С чем Это связано Какие Были Препятствия Проблемы И Трудности И обсуждаем Это все совместно Для того Чтобы учесть При проектировании Образовательной Работы Уже В дальнейшем Сейчас На слайде Я хочу Вам Представить Уровень Развития Детей На начало Учебного Года Именно По Диагностике ПЭП-3 Это Старшая Группа Представлена На слайде И Мы С вами Видим Достаточно Ясно Асинхронию В развитии Детей И Общий Уровень Развития Он Значительно Ниже Ну И Кроме Того Индивидуальный Профиль Тоже Очень Разнообразный У всех Детей Что Соответственно Конечно Требует Индивидуализации В разработке Образовательной Программы Дальнейшей В подготовительной Группе На начало Года Мы видим Что Уровень Развития Детей Выше Чем У детей Старшей Группы И Это Естественно Потому Что С ними Была Проведена Работа В течение Года Но Тем не менее Общий Уровень В целом Он Все-таки Ниже Нормы И Точно Так же Присутствует Асинхрония И Если Посмотреть Сравнение Обе Группы Старше Подготовительной То Мы Видим С вами Эту Разницу И Эта Разница Конечно Она Обуславливает Как раз Переход Детей На Следующий Этап Освоения Программы И Указывает На Снижение Их Потребности В Поддержке Ну И Кроме Этого По Диаграмме Мы С вами Можем Увидеть Те Западающие Области Которые В первую Очередь Мы Учитываем При Разработке Адаптированной Образовательной Программы Да В частности Здесь Экспрессивная Речь Понимание Речи И Зрительно На самом Низком Уровне Находится По Результатам Диагностики Мы Результаты Диагностики Мы Учитываем И При Организации Образовательного Процесса И Формировании Групп Как раз Учитываем Еще и Дифференциацию По Потребности Детей В поддержке Вы Видите Что Сформирована Была Группа Номер Один И В состав Этой Группы У нас Вошли Дети Которые Нуждались В потребности В поддержке И в существенной Поддержке Это Дети 6 до 7 лет Как раз Дети Которые Уже Прошли Год Обучения И Они Находятся В более Легкой Ситуации Группа Номер Два В состав Этой Группы Вошли Дети С более Тяжелой Ситуацией Развития И Которые Нуждались В потребности В существенной Поддержке И В очень Существенной Поддержке Это Первый год Обучения Дети С 5 До 7 Лет И Соответственно Индивидуализация Вот этого Образовательного Процесса С учетом Этой Дифференциации Она И Ложится В основу Разработки Индивидуальной Адаптированной Программы Извините Пожалуйста На слаге Представлена Структура Индивидуально Адаптированной Образовательной Программы И Ее Разделы Первый Раздел Это Общее Положение И Здесь Формируется Информация Касающаяся Ребенка Родителей Ребенка Команда Психолога Педагогического Сопровождения ФРЦ Описывается Кто будет Участвовать В реализации Этой Программы Здесь же Фиксируется Заключение ЦПМПК По рекомендуемой Образовательной Программе И по Рекомендуемым Специалистам Определяется Цель Этой Индивидуально Адаптированной Программы И Срок Ее реализации Как правило Разрабатываем На Один Год Второй Раздел Это заключение Консилиума Образовательной Организации И вы видите Что он Включает Два Раздела Первый Раздел Это оценка Особенностей Развитие Развития Развития Детей Детей СРАС Которая Осуществляется На основе На основе Наблюдения Всех Специалистов Которые Соприкасаются С работой С этими Детьми И Эта Оценка Проводится В рамках Образовательных Областей То есть Специалисты Группы Очень глубоко Проводят Анализ Развития Каждого Ребенка Анализ Его Особенностей В рамках Каждой Образовательной Области И дают Вот такое Полное Описание Тех положительных Моментов Развития И тех Дефицитов Которые Есть Такой Анализ Позволяет Потом В перспективе Очень быстро Вычленить Приоритетные Цели И задачи В развитии И прописать Их уже В содержание Образовательных Областей Ну и Описание Специальных Условий Образования Тоже Определяется Конкретно Для каждого Ребенка Этот вопрос Раскроет Для вас Коллега Юлия Ивановна Поэтому я не буду На нем Останавливаться Третий Большой Раздел Это Содержание Адаптированной Образовательной Программы И он Представлен Двумя Большими Направлениями И первое Направление Это конечно Коррекционная Работа Которая Является Первоначально Это Условием Работы Дальнейшей Работы С образовательными Областями И Необходимым Содержанием Коррекции Особых Образовательных Потребностей Детей С расстройствами Аутистического Спектра Здесь Представлен Образец Заполнения Коррекционной Работы Выделены Три Направления Которые Мы Реализуем В работе С детьми Группы Кратковин Пребывания И это Направление По формированию Базовых Навыков Коммуникации По коррекции Нежелательного Поведения И по формированию Стереотипа Учебного Поведения Приведены Примеры Формулировки Задач В схеме Представлены Формы Реализации И здесь Определяется Через какую Форму Работы Будет Эта задача Реализовываться Либо через Групповую Либо через Подгрупповую Индивидуальную И включены Еще и Режимные Моменты Которые Точно так же Активно Используются Для решения Образовательных Задач В колонке Ответственные Специалисты Первым Стоит Тот Специалист Который Отвечает За Эту Область Работы Естественно Что В реализации Этих Задач В решении Этих Задач Принимает Участие Вся Команда Психолог Педагогического Сопровождения Но Тем не менее Выделяется И тот Специалист Который В большей Степени Несет Ответственность За Эту Область В колонке В колонке Результат Представлено Ранжирование Оценки От 0 до 3 0 Когда Ребенок Не Делает И Не Понимает В Рамках Задачи И 3 Когда Ребенок Уже Готов К Уполнению Самостоятельно И Постоянно То есть Это Тот Идеал В развитии Наших Детей Который Мы Должны Достичь И На Следующем Слайде Представлен Образец Заполнения Уже Второго Большого Направления Это Содержание Образовательных Областей Ну Как Пример Здесь Взяты 3 Образовательные Области И Постановка По Одной Задаче Опять же Как Пример Схема Та же Самая Точно Так же Выделяются Формы Работы С детьми Ответственные Специалисты И Результат Фиксируется Три Раза В год Это В октябре На Начало Года После Диагностики В январе После Динамической Оценки И В мае По Результатам Итоговой Оценки В такой Схеме Визуально Сразу Видно Как Идет Прогресс В развитии Ребенка Либо Есть ли Какие-то Проблемы На чем Необходимо Работать Ну Конечно Адаптированная Образовательная Программа Является Одним Из Средств И Одним Из Специальных Условий Образования В работе С детьми Сразу Необходимо Принимать Целый Комплекс Специальных Условий И Более Предметно Уже По Другим Специальным Условиям Именно Именно В ракурсе Использования Дифференциации Уровня Поддержки И Уровня Помощи Для детей Вас познакомит Юлия Ивановна Ерофеева Наш Учитель Дефектолог Который Я с удовольствием Передаю Слово Нажимайте Добрый день Уважаемые Коллеги У меня Почему-то Не видно На камере Все Закрулись Все Спасибо Как Как уже Сказали Я работаю Учителем Дефектолог В группе Кратковременное Пребывание И Сейчас Я скажу Вам Каким Образом Строится Наша Работа Какие У нас Есть Особенности Работы С детьми Каким Образом Мы Облегчаем Задачу И себе Работой С ними И Организовываем Среду И вообще Различные Условия Для того Чтобы Детки Получили По максимуму Проходя Вот этот Курс Дошкольного Воспитания Как уже Было Сказано Для меня И Сергей Алексеевич И Галина Васильевна Что После После Диагностики Все дети Условно Разделяются На группы В соответствии С уровнями В соответствии С ДСМ5 Выделяют По уровням Поддержки Это первый уровень Дети Которые Нуждаются В Поддержке Дети Которые Способны Самостоятельно Выполнять Большую Часть Задач Они Испытывают Сложности В социальном Взаимодействии Они Демонстрируют Какие-то Нетипичные Неудачные Реакции На обращение Со стороны Окружающих Они Могут Показывать Какой-то Пониженный Интерес К социальным Взаимодействиям У этих Детей Этой категории Все-таки Остаются Сложности С переключениями Между Различными Видами Деятельности Проблемы С организацией И с планированием Собственной Деятельности Которые Препятствуют Их Самостоятельности Детки Со вторым Уровнем Поддержки Она Существенная И Уже Мень Намного Вернее Больше Чем У детей Первого Уровня У них Заметные Дефициты Вербальных И Невербальных Различных Коммуникативных Навыков У них Выраженное Затруднение В социальном Общении У них Выраженное Затруднение В общении И взаимодействии Друг с другом У этих Детей Отсутствует Гибкость Поведения Затруднена Адаптация К переменам И изменениям И среды Дети С трудом Переходят С одного Помещения В другое Долго Привыкают К педагогам У этих Детей Заметный Стресс И Выраженное Затруднение При смене Деятельности При переключении Внимания И Третий Уровень Детей У которых Потребность В очень Существенной Поддержке То есть Она им нужна Полная Поддержка Это Не только Заметный А прям Тяжелый Дефицит Вербальных И невербальных Социальных Коммуникативных Навыков Эти Дети Практически Не могут Самостоятельно Функционировать В группе Не могут Самостоятельно Я говорю Сейчас На первом Этапе Адаптироваться У них Отсутствует Гибкость Поведения Очень много Стереотипий Сложности С переключением С одного Вида Деятельность На другое Прям Испытывают Большой стресс При этом Отсутствие Гибкости Поведения И Как уже Говорила Галина Васильевна То есть Мы Детей Объединяем По группам Старались Объединить По группам В соответствии С Выявленными Уровнями Поддержки То есть Первая группа Это первый Второй Уровень И вторая Группа Это второй И третий Уровень Поддержки На этом Слайде Вы видите Временной Режим Каким образом У нас Организована Работа В ГКП До этого Галина Васильевна Говорила Это устно Здесь я Отставляю Это вот На таком Слайде И в зависимости От уровня Поддержки Дети Включаются В различные Формы Нашей работы Если у Первого Уровня Поддержки Это в основном Уже Групповая Форма работы Индивидуальная Остается Только Логопед И в основном И дети Первого Уровня Поддержки Это уже Педевтические Этап Действительности Которые Им Наиболее Интересны Они Наиболее Эмоциональны Это музыкальные Занятия Физкультура И занятия По ручному Труду Индивидуальных Занятий По этим Направлениям У нас Нет Следующий Хочу Отметить Каким Образом Составляется Программа Именно Вот Как Выражаю Как Формулируются Цели Программы В зависимости От уровня Поддержки Галина Васильевна Вам показывала Примерную Схему Таблицу Которую Мы заполняем После Диагностик После Консилиумов Наших Хочу Здесь Отметить Что У детей Первого Уровня Поддержки Цели Определяются И прописываются В основном Общие Общегрупповые Но Есть цель Покоррекция Дезидоптивного Поведения Если бы Дезидоптивного Поведения Не было Наверное Вряд ли бы Эти дети Были бы В наших Учреждениях У второго Уровня Поддержки Цели Более Простые Индивидуализированы И Как я уже сказала Остаются Цели По Коррекции Дезидоптивного Поведения И У третьего У детей С третьим Уровнем Поддержки Цели Простые Максимально Индивидуализированы И опять же Идут цели По коррекции Дезидоптивного Поведения И сейчас Я вам Приведу Пример Например По Тому Как мы Отражаем В зависимости От уровня Поддержки Какие-то Цели Например Чтобы Ребенок Научился Просить Формулировал Свою цель У ребенка С третьим Уровнем Поддержки В АОПе Будет прописано При просьбе Желаемого Использует Указательный Жест Палец Или Протянутая Рука При этом Идет Совместное Действие Действие По подражанию И с Использованием Карточек Та же Самая Цель У ребенка Со вторым Уровнем Поддержки Будет Уже Прописана Следующим Образом При Просьбе Желаемого Самостоятельно Использует Указательный Жест Ну Соответственно Палец Или Протянутую Руку Просьбу Озвучивает Однословно Или с помощью Карточек То есть Мы уже здесь Видим Вот ранжирование Вот этой цели А у ребенка С первым Уровнем Поддержки Мы уже Напишем Что свою Просьбу Озвучивает Простой Фразой Или Самостоятельно Выкладывает В альбоме С помощью Коммуникативных Карточек То есть Одна и та же Цель Просить Что-то Или Озвучивать Свою Просьбу Она ранжируется Вот по уровню Или Например Ориентировка На Визуальное Расписание Если дети С первым Уровнем Самостоятельно Ориентируются На визуальное Расписание Когда взрослый Обращает На него Внимание У детей Со вторым Уровнем Мы уже Напишем Что ориентируются На визуальное Расписание Когда взрослый Обращает Внимание И С помощью Взрослого Переставляет Какие-то Карточки И озвучивает Еще А у ребенка С третьим Уровнем Поддержки Он у нас Только привыкает К этому Визуальному Расписанию Находит Где оно Я имею Ввиду Сейчас Большое Визуальное Расписание Для Все Группы Он Подходит К этому Месту И Просто Принимает Участие В том Когда Взрослый Озвучивает Это визуальное Расписание И Переставляет Соответствующие Карточки Или Например Как я уже Сказала Цели По коррекции Дезадаптивного Поведения Например У ребенка С третьим Уровнем Поддержки Мы напишем Что оральной Стимуляции Используют Только Специальные Индивидуализированные Приспособления Это например Там резиновые Игрушки Для прорезывания Зубов И так далее У Ребенка Со вторым Уровнем Поддержки Мы уже Напишем Что чтобы Прекратить Нежелательное Поведение Ориентируется На карточке С помощью Взрослого Взрослый Показывает Карточку И озвучивает Что нужно Прекратить Это действие И у Ребенка С первым Уровнем Поддержки Мы уже Напишем В АОПе Чтобы прекратить Нежелательное Поведение Ориентируется На инструкцию Взрослого Взрослый Показывает Карточку А ребенок Уже Возможно Даже сам Озвучивает Что нужно Прекратить Нежелательное Действие Или какое-либо Нежелательное Поведение Или например Еще По Формулированием Отказа Или согласия Если ребенок С первым уровнем Поддержки Мы уже будем В АОПах Прописывать Самостоятельно Использует Слова Да Нет Не хочу Не буду Использует Их по назначению У ребенка Со вторым уровнем Поддержки Мы Пишем Что использует Слова Да Нет Не хочу Не буду По назначению Но с помощью Взрослого Или он Их Проговаривает Или эти Слова Соответственно Если ребенок Невербальный Выкладывает В своем Коммуникативном Альбоме И у ребенка С третьим Уровнем Поддержки Мы напишем Что на предложение Желанной еды Отвечает Согласием Мы пока Понимаем Что Ребенок Не может Даже Сказать Нет Не может Сформулировать Отказ На данном Этапе Пока Составляется АО Например Это первая Половина Года Ребенок Еще Не может Озвучить Свой отказ И сказать Он пока На это выражает Только нежелательное Поведение Допустим Крик Или уход Или еще что-то Сначала Учим Хотя бы Соглашаться И соглашаться Учим На предложение Или желаемой Игрушки Или у большинства Детей У нас на предложение Желаемой еды Вот Использовать Соответствующий жест С помощью взрослого Это обязательно Совместное действие По подражанию С использованием Карточки То есть Вот опять Желание Согласие Ранжирование По трем Уровням Поддержки Для того Чтобы Детки У нас Занимались Обучались Адаптировались Социализировались Соответственно Нужны Специальные Условия Вот Здесь В общем Слайде Представлено Какие Специальные Условия Должны Быть Какие Организованные В частности У нас ФРЦ Это Объединенность Окружающего Пространства Отсутствие Отвлекающих Стимулов Далее Я покажу На слайдах Фотографии Конкретно По каждому Пункту Останавливаюсь На них Подробнее Здесь Такой Общий Слайд Далее Идет Зонирование Пространства Специально Сенсорное Оборудование И Визуальное Расписание Визуальное Расписание Этот пункт Включает в себя Любую Визуализацию Абсолютно Всех Моментов Жизни Ребенка Это И Общее Расписание И Индивидуальное Расписание И Карточки Поведения То есть Здесь Включили Все В один Этот Пункт Следующее Останавливаюсь Подробно На Вот этих Моментах Организация Пространства Группы И Рабочего Места Значит У детей Первого Уровня Поддержки Отдельные Столы Располагаются Рядом На Фронтальных Занятиях То есть Обстановка Уже Наиболее Приближена К тому Школьному Обучению Которое Им Предстоит У детей Второго Уровня Поддержки Также Отдельные Столы Располагаются Рядом На Фронтальных Занятиях У ребенка С третьим Уровнем Поддержки Как уже Было Неоднократно Сказано И Мною Коллегами Упор Делается На Индивидуальные Занятия Поэтому У него Отдельный Стол В кабинете Специалиста И Особенно На первых Порах Ребенку Требуется Ограничение Пространства За рабочих Столом Путем Огораживания Даже Расположение Педагога Специалиста Который Проводит Занятия Оно Тоже Ранжируется Если У Ребенка С первым Уровнем Поддержки Специалист Находится Перед Группой Воспитанников Это На Фронтальных Занятиях Практически Как Учитель В классе То У детей Со вторым Уровнем Поддержки Помимо Того Что Специалист Находится Перед Группой Детей Он Еще Подходит Конкретно Каждому Воспитаннику Максимально Сокращая Дистанции И акцентируя Внимание На То Задание Или На Тему Которая Необходимо Которая Сейчас Идет На Занятии И Во Время Индивидуальных Занятий У Ребенка С третьим Уровнем Поддержки Специалист Находится За Спиной Рядом Или Напротив В Зависимости От Особенности Ребенка И В Зависимости От Того Какая Задача Ставится Вот Обратите Сейчас Внимание Вот На Наши Фотографии Здесь Представлена Рабочая Зона Вы Видите Парты Стоят Парты Расставляются Рабочие Столы По-разному Они Могут Стоять Вот Как На Верхнем Слайде Могут Стоять Как Внизу То есть Максимально Приближено К школьному Обучению Могут Стоять Полукругом То есть В зависимости От Того Какое Занятие В зависимости От того Какие Цели Ставят Педагог Парты Ставятся По-разному Следующий На верхнем В правом Верхнем Углу Показана Территория Нашей Группы Вы Видите Что Практически Нет Никаких Отвлекающих Моментов Среда Максимально Максимально Такая Пустая Не наполненная Все Игрушки Все Пособия Они Убраны В ящике Убраны В стеллажи Там Где Есть Игровые Пособия Дети Уже Сами Знают Где Это Находится При Необходимости Берут Или По просьбе Когда Педагог Отправляет Достает Ящики С тем Что Нужно На данный Момент Затем Привычаем Их Убирать Обратно И Есть Комната Такой Сенсорной Разгрузки Где Есть Бассейн Сухой Где Различные Тоннели Стоит Батут Где Есть Мягкие Модули Для Того Чтобы Ребенок Мог Просто Отдохнуть Переключиться Но опять же Здесь Находится Оборудование В зависимости От того Что Нужно Ребенку На тот Или Момент Вот Эти Слайды Как раз Показывают О том Каким образом Может Находиться Педагог Одновременно И фронтально И индивидуально На одном И том же Занятии Вы видите На левом Слайде Педагог Показывает Фронтально Здесь На данный Момент Идет Занятие Логопеда И Индивидуально Подходит К ребенку Со вторым Уровнем Поддержки Показывает Тоже Самую Картинку Потому что Ребенок Еще Фронтально Пока Не научился Воспринимать Нужную Информацию Здесь Вы видите Занятие Индивидуально Педагог Находится Рядом С ребенком В отдельном Кабинете Здесь Вы тоже Видите Фрагмент Индивидуального Занятия И Здесь Как раз Показано То Каким Образом Идет Фиксация Ребенка На Рабочем Месте Здесь С трех Сторон Идет Ограждение И На данный Момент Педагог Находится Именно с этим Ребенком Находится Перед Ним Через стол Выполняет Определенное Задание Хочу сказать Что Именно с этого Слайда Ребенок Благополучно Научился Заниматься Индивидуально За столом Уже Без Дополнительного Ограждения Затем Этот ребенок У нас Благополучно Перешел в школу И сейчас Учится В первом классе По программе 8.3 Находясь В общем классе И без Каких-либо Дополнительных Удерживающих Устройств Какое Используется Специальное Сенсорное Оборудование Здесь Опять же Я сейчас Вам покажу На слайде А потом Покажу На фотографиях Более подробно Мы используем Утяжеленное Одеяло Утяжеленное Желе Различные Утяжелители На руки Наушники Подставки Для ног Специальные Насадки Для карандашей По нашему Опыту Это то Что используется У детей Всех Трех Уровней Поддержки Независимости От тяжести Ребенка Утяжеленное Одеяло Любят У нас Детки Абсолютно Все В разные Периоды И состояния Своей жизни Они даже Порой Сами Берут Его Укрываются И укладываются Когда нужно Переключиться На всех занятиях Как фронтальных Так и Индивидуальных Используем Таймер У ребенка С третьим Уровнем Поддержки Таймер Просто Идет Как знакомство С Длительностью По времени Что в занятии Идет Какой-то Определенный Промежуток Времени Не До бесконечности У ребенка Со вторым Уровнем Поддержки Таймер Также Используется Ну как и везде Для Определения Продолжительности Времени Педагог Уже сам Обращает Внимание На продолжительность Занятий На продолжительность Перемены И даже Ребенок Может Сам его Выставить С помощью Педагога Таймер Для Самоконтроля И продолжительности Занятий Перемен И даже Для Самостоятельной Установки Вот эта Продолжительность Но опять же По указанию Педагога Используется У детей С первым Уровнем Поддержки Далее Я покажу Вам на слайдах Что Выглядит На фотографиях Каким образом Выглядит Таймер Каким образом Его устанавливали Используем Тренажеры Для Сенсорного Тренажеры Для Тренировки Мелкой Моторики Рук Тоже как Специальное Сенсорное Оборудование Здесь опять же Идет Использование Этих тренажеров Ранжирование По Уровням Поддержки Для Детей С третьим Уровнем Эти тренажеры Используются Только с полной Физической Помощью Взрослого Сразу скажу Что на этих Тренажерах Различные Пуговицы Различные Величины От самых Мелких До крупных Молнии Шнуровки Застежки Замочки У детей Второго Уровня Поддержки Нужна Частичная Помощь Взрослого Частичная Организующая Помощь Взрослый Подводит Ребенка К этим Тренажерам Возможно Показать Что нужно Делать И детки Даже самостоятельно С удовольствием Используют И у детей С первым Уровнем Поддержки Вот эти Тренажеры Для мелкой Моторики Рук Могут Использоваться Даже в самостоятельной Свободной Деятельности Мы можем Совершенно спокойно Сказать Ребенку Показав На тренажер Подойди Пожалуйста Найди Здесь самые Большие Пуговицы Растегни Или застегни Наоборот В зависимости От того Какая цель Ставится Вот на этих Фотографиях Вы видите Каким образом Мы устанавливаем И работаем Тайминг Слева На фотографиях Где девочка Она по указанию Педагога Уже сама Выставляет Время На указанное На то Что указано Педагогом Ее просят Поставить Время На 20 минут Ребенок С удовольствием Это делает И с удовольствием Потом сам Слетит Как детки говорят За этой красной За этой красной Шторкой Фотография В правом Верхнем углу Педагог Показывает На Конкретную Цифру И просит Ребеночка Подвинуть Эту шторку До Нужного Времени На нижней Фотографии Здесь Таймер Перемещен От того Какого уровня Поддержки Находится Ребенок Утяжеленный Одеял Слева Шумопоглощающие Наушники Наша задача Сделать Таким образом Организовать Среду Занятий И Контакт С ребенком Чтобы К концу Пребывания В нашей Группе Ребенок Мог обходиться Уже Без Этих Наушников Более Спокойно Реагировать На Различные Сенсорные Шумовые Какие-то Раздражители Здесь Вы Видите Начнем С лева Верхнего Угла Балансирующая Подушка Очень хорошо Используется Для того Чтобы Ребенка Приучить Вертикально Сидеть за столом Были Такие Детки Которые Просто На стол Укладывались Для того Чтобы Подержаться На этой Подушке Приходится Включать В работу Все мышцы Стабилизатора И удерживаться Вертикально Некоторые Детки Придумали И подсказали Нам Такой способ Использования Этой Подушки Как Разместить Ее Между Спиной И спинкой Стула Получаются Такие Своеобразные Якоречки Которые Тоже Помогают Удерживать Спину Вертикально Далее Сверху Кокон Куда Ребенок Может Спрятаться Снизу Подставка Для ног Которая Может Наклоняться И как К ребенку Таким образом Так и В обратную Сторону И хочу Сказать Многие дети У нас Снимают Обувь И вот На эти Выступы Ставят Ножки Или босиком Или в носочках Для того Чтобы чувствовать Вот эти Выпуклости В правом Нижнем углу Вы видите Насадку Вы видите Утяжелитель На руку Ребенок Который Представлен На данной Фотографии У этого Ребенка Не была Не была Сформирована Натурализация Ребенок Руки Жили Совершенно Своей Жизнью Руки Жили Вообще Совершенно Своей Жизнью Левая Правая Понаблюдая За ребенком Поняли Что Все-таки Ребенок У ребенка Ведущая Рука Правая И решили Левую Руку Изолировать Утяжелитель Достаточно Тяжелый Один раз Махнет Левой рукой Второй раз Махнет Третий раз Уже Подумай И вот Как только Мы Изолировали Левую Руку Таким Образом То Ребенок Стал Писать Рисовать Закрашивать И вообще Выполнять Какие-либо Графические Упражнения Правой Рукой Совершенно Совершенно Хорошем Уровне На данный Момент С этой Проблемой Справились Полностью Ребенок Был у нас Год В ГКП И ребенок Учится В первом Классе По программе 8.3 Никакой Дополнительной Сенсорной Поддержки Ему Сейчас Не надо Ребенок Прекрасно Уже В соответствии Со своим уровнем Пишет Рисует И так далее Следующая Насадка Для карандашей Вы видите Еще Утяжеленный Жилет Внизу Насадки Для карандашей Требранники Это вам Практически Всем Известны Видите Утяжеленный Жилет Который Помогает Удерживать Ребенка За столом Особенно Таких Гиперактивных Детей И в этом Году У нас Есть два Ребенка ККП Которые Сами Перед Фронтальными Особенно Занятиями Ищут Этот жилет Надевают Его на себя И добровольно Усаживаются На занятия Значит Им так Легче Переносить Здесь пример Тренажеров Для мелкой моторики Которую я вам говорила Следующее Какую мы используем Систему Поощрений У детей С третьим уровнем Поддержки Основное Выступает Пищевое Подкрепление И эмоционально Положительная Реакция У детей С вторым Уровнем Поддержки Также идет Пищевое Подкрепление И здесь Как правило Добавляются Какие-то Желаемые Предметы Или предмет Который Интересно Покрутить Поддержать В руках В этом году У нас есть Мальчик У которого Желаемый Предмет Это Динозавр Игрошечный И за этот Динозавр Ребенок Готов Выполнить Вообще Для того Чтобы получить Готов Выполнить Вообще Все что угодно Эмоционально Положительная Реакция Но она Нужна на всех Трех уровнях И какой-то Любимый Вид деятельности Это может быть Качание Прыгание На фитболе Это может быть Прыгание На батуте Или Выстраивание Очень-очень Длинной Железной Дороги Через Все помещение Группы У детей С первым Уровнем Поддержки Эмоционально Положительная Реакция Желаемый Предмет Любимый Вид деятельности И мы уже Вводим Жетонную Систему Поощрений Вот здесь Как пример Того Что используется У нас На занятиях Следующее Каким образом Используется Визуальная Поддержка Как я уже Сказала Визуальная Поддержка Это Идет На Абсолютно На всех Видах Деятельности Через все Жизненно важные Моменты Ребенка У детей С третьим Уровнем Это визуальное Расписание Режима дня Но вы видите Что здесь Оно идет По По всем Трем Уровням Это обязательно Далее опять же Покажу на фотографиях Порядок Выполнения Заданий На занятия То есть Индивидуализированы Порядок Действий При выполнении Заданий И режимных Моментов И индивидуальные Иллюстрированные Правила Поведения И моделирование Этих правил Часто спрашивают Что такое Моделирование Этих правил Мы не просто Показываем Карточку Или там Кладем перед ребенком Карточку Тихо Не кричи Но и тьютер Или специалист Обязательно Показывает Каким образом Нужно Закрыть ротик То есть Иллюстрирует То что Есть На карточке У ребенка Со вторым уровнем Поддержки Помимо Общего Визуального Расписания Режима дня Порядок Выполнения Заданий На занятиях Фронтальные И индивидуальные Карточки Поведения То есть Они Дублируются Но уже На данный момент Приучаем Ребенка Фронтальным Карточкам Потому что Мы прекрасно Понимаем Что ребенок Пойдет Потом В школу И Ориентируясь На Организацию Школьного Обучения На процесс Организации В нашем Школе У нас Практически Везде Есть Фронтальные Карточки Но Опять же На этом уровне Еще остается Индивидуальный И У детей С первым Уровнем Поддержки Помимо Общего Визуального Расписания При необходимости Используется Порядок Выполнения Заданий На занятии Но это Только При необходимости В основном Детки Те Которые Переходят На этот Уровень Они Уже Могут Удерживать Планы Выполнения Действия Уже Самостоятельно Держать И Фронтальные Карточки Поведения При необходимости И достаточно редко Мы используем Уже Индивидуальные Ну Тогда Когда Вдруг Нужно Здесь Вы видите Пример Нашего Расписания Используются Стрелки Сейчас Потом Педагоги Ну И различные Виды Деятельности И Справа Слайд Вернее Справа Фотография Где Ребенок Уже Самостоятельно Это Ребенок В прошлом году Был второй уровень Поддержки В этом году Он перешел На первый уровень Поддержки Где Самостоятельно Уже Выставляет Карточки Сначала Потом И даже Озвучивает Кто Какое Будет Занятие И кто Из педагогов Это будет Проводить Ребенок У нас Опомнил Всех Педагогов По именному Здесь Пример Фронтальных Карточек Видите Сверху На доске И Пример Расписания Порядка Действий В частности На Рисовании Что нужно Сначала С чего Начинаем И потом В конце Призов Здесь Идет Помимо Здесь На фотографии Идет Как раз Расписание Конкретного Занятия По мере Выполнения Того Или Иного Задания Карточка Убирается Здесь Идет Занятие Психолог Спрашивает Что у нас Сейчас Детки Те Кто уже Не Говорит И Уже Запомнили Порядок Действия Уже Озвучивают Ну И Выполняют Соответственно Здесь Вы видите Пример Индивидуальных Карточек Поведения Я Сижу Не Кричу И так Далее Это то Что Нужно Было Ребенку На Момент Его Приучения К Фронтальным Занятиям Занятиям Вообще И Опять же Этот Ребенок Сейчас Находится В Классе В первом Классе По программе 8.3 Карточки Ему Если И нужны То только Фронтальные Вот Это Пример Визуализации Режимных Моментов В раздевалке Где у нас Раздеваются Дети Висят Я Одеваюсь Соответственно Я Раздеваюсь В туалетах Есть Правила И Инструктаж Как пользоваться Туалетом На пиктограммах И Соответственно Как мыть руки Тоже Приклеены Вот Эта схема Приклеена На Окол Раковине И Вот Эти Карточки Хочу Еще Сказать Что мы Обязательно Даем Родителям На дом Ну Это Соответственно Тем Детям У которых Проблемы В той Или Иной Области И Допустим Карточку Одеться Родеться Родители Часто Адаптируют Под Свои Нужды Меняя Форму Одежды Иногда Прям Конкретно Приклеивая фотографии Конкретно Того Что Нужно Надеть Карточки Пользования Туалетом Родители Тоже Говорят Что Очень Дома Помогают Какие Приемы И Способы Обучения Если У ребенка С третьим Уровнем Поддержки Инструкции Которые Мы Даем На занятия Они Очень Короткие Буквально Одно Два Слова Пошаговые У У ребенка Со вторым Уровнем Поддержки Уже Одно Двухступенчатые Инструкции И У ребенка С первым Уровнем Поддержки Двух И более Ступенчатые Инструкции У детей С первым Уровнем Мы Уже Начинаем Формировать Оценочный Навык То есть В сравнении С правильным Вариантом У детей Со вторым Уровнем Поддержки Формирование Навыка Выполнение Задания По образцу И У детей С третьим Уровнем поддержки используется прием совместного действия по показу, с комментариями взрослого, ну и естественно с поддержкой взрослого. Также по поводу подачи учебного материала. У детей с третьим уровнем поддержки дидактический материал только на отдельном бланке и только с одним заданием. У детей со вторым уровнем поддержки отдельный бланк, отдельные задания тоже на отдельном листе. И у детей с первым уровнем поддержки подача учебного материала, она уже максимально приближена к рабочим тетрадям, с которыми придется столкнуться в школе и может включать до трех заданий на листе. Каких-либо рабочих тетрадей, вот часто у нас спрашивают по каким рабочим тетрадям мы работаем. Конкретных рабочих тетрадей у нас нет. Все-таки мы здесь работаем по выдавать задания на отдельных планках, на отдельных листах. Вот здесь вижу как раз вопрос, разработаны ли эти рабочие тетради. На данный момент пока не разработаны. А то, что вот у нас есть еще пока наши наработки личные, пока не обличено в удобоваримую форму, которую мы можем транслировать на большую аудиторию. Но, наверное, в ближайшее время мы стараемся это сделать, конкретно на нашем опыте. Следующее. Упрощение заданий для детей третьего уровня максимальное. Это крупный формат, толстый яркий контур для закрашивания. Максимально одна-две детали, не более. Упрощение заданий у второго уровня уже средний формат. Более яркий контур или, соответственно, нормальный контур, если ребенок его удерживает. У детей с первым уровнем поддержки также идет упрощение заданий по сравнению с тем, какие задания мы видим в учебниках или в рабочих тетрадях для нормативно развивающихся детей или для детей уже с первого класса. Упрощение заданий здесь все-таки в увеличении формата, хоть он и не огромный на весь лист, но все-таки больше, чем то, что мы видим в традиционных тетрадях. Обычный контур и все-таки достаточно простой сюжет. Вот посмотрите, пожалуйста, например, здесь пример представлен работ по обучению детей, по изучению геометрических фигур, ну, в частности, идет здесь треугольник. На одном занятии дети разного уровня получают разные задания. Вы видите, внизу представлено, ребенку нужно закрасить, знаете, только треугольник. В правом верхнем углу такая достаточно простая корректурная проба и в левом верхнем углу корректурная проба уже с усложнением идет. То есть в зависимости от своего уровня ребенок получает вот таким образом задание. Следующее. Вы видите, например, по изучению букв на одном листе ребенок самостоятельно читает инструкцию, самостоятельно это все закрашивает. Следующий ребенок читает инструкцию, но есть подсказка визуальная в том, что буквы уже закрашены и есть образец, выполняет по образцу. И в следующем задании ребенку закрашена половина этих бусинок, ему только нужно подобрать цвет. И вот, как я уже говорила, здесь уже видно, то есть толстый контур, одна деталь. Лежат у ребенка второго уровня только три карандаша на выборах больше не даются. И наверху ребенок первый уровень поддержки, который самостоятельно выбирает цвет и закрашивает сложными вариант рисунка. Ну вот здесь уже нужно даже без комментариев, видно, кто-то скольки считает, кто какое задание получает. Здесь, как пример, у нас проводятся занятия по физкультуре. Вот вы сейчас видите примеры физкультурных занятий. У нас проводятся занятия с детьми музыкально-ритмические. Вы тоже видите примеры. У нас проводятся занятия по ручному труду, по творчеству. Мы их так называем, творчество. И здесь вы также обратите внимание, как у педагога расставлены рабочие столы. И у нас проводятся мастер-классы. Папа обязательно принимает участие родители. И здесь максимально привлекаем детей. Это контакты нашего центра. Ну вот, в общем-то, это такой вот практический материал, о котором я хотела сказать, чтобы вы имели представление, каким образом организована работа, и что мы используем прямо на практике. Коллеги, большое спасибо. Я думаю, что то, что сегодня услышали наши коллеги из других регионов, это было интересно. У нас есть несколько вопросов, и я хотел бы их зачитать. И тогда вот кто-то из нас будет давать на них ответ. Походу будем выбирать, кто это будет. Будет ли доступно АОП для скачивания? Коллеги, мы сделаем так, что будет для скачивания доступен образец, о котором сегодня говорила и показывала Галина Васильевна, дальше мы хотим этот формат документов опубликовать, в том числе в журнале «Аутизм и нарушение развития». И после этого он будет абсолютно свободен для скачивания. Ну, просто вот в целях антиплагиата мы хотели сначала застолбить его за определенными авторами, кто над этим трудился. Скажите, пожалуйста, какие методики психолого-педагогической диагностики применяют в лекотеке? Я, наверное, начну, Сергей Алексеевич, или вы? Нет, лучше вы. Лучше я. Я скачиваю на комнату очень далека. Да, лекотека – это такое структурное, да, коллеги, я правильно понимаю, подразделение, в том числе в детском саду или в любой другой организации, которая работает с дошкольниками, в которой, естественно, могут применяться все те же методики, которые мы сегодня услышали, Сергей Алексеевич о них говорил, в том числе ПЭП. Вот эта тестовая методика, которая используется в ходе апробации программы дошкольного образования, с моей точки зрения, она очень хороша для применения в лекотеке. Ну и, кроме того, другие методы, которые сегодня озвучивались, они тоже для этих целей очень даже подходят. Что касается, какие методики про диагностику мы сейчас прочли. Можно ли применять программу в лекотеке для детей с раз? Ну, очень важно то, что это программа дошкольного образования, и здесь не столь важно, в каком именно месте она реализуется. Она может реализовываться в детском саду, она может реализовываться в ППМС-центрах. Иногда родители реализовывают программу дошкольного образования у себя в семье, да, это семейное воспитание и обучение. Конечно, то, что важно и полезно, прописано в этой программе. И она может быть применена при работе в любых, на самом деле, условиях, ну и тем более в лекотеке. Сергей Алексеевич, вы что-то добавите к этому? Насчет того, чтобы в семье применять эту программу, я, честно говоря, не уверен, что это реально. Нужно взаимодействие семьи и специалистов. Аналит. Потому что, если мы хотим ребенка адаптировать к миру и подмаленьку хотя бы расширять доступное ему пространство социальное, то с семьи, наверное, начинать не самую лучшую реальность. Продолжать это на семью, распространять на семью, приближать это к жизни, использовать семейные условия для генерализации наук, это как раз то, что надо. Отлично. Ну, потом, даже когда мы говорим об ООП, конечно, какие-то вот структуры, какие-то скелетные моменты, они всегда должны быть, без этого никуда не денешься. Но, с другой стороны, я всегда страшно боюсь, когда потом, не глядя, это начинает тиражироваться на любого ребенка, и в результате получается совсем не то, на что рассчитывали. То есть, вот сама программа, сама программа, что-то относится не к дошкольной программе только, а к школьной тоже. Когда речь идет о детях с аутизмом, на очень продолжительный срок, иногда, я даже не знаю на какой, ограничили он сверху, приходится думать о том, что так или иначе возникает необходимость индивидуализации. Это не догма. Я могу вам привести сколько угодно примеров, когда детишки могли подстраиваться под существующие программы, и вот наша задача как раз сделать так, чтобы они это смогли. Тогда мы действительно свою задачу выполнили. А если мы будем его по грубой жизни вести по индивидуальной программе, наверное, это тоже вариант, но я бы не сказал, что он идеальный. Да, я хотел бы тоже здесь дополнение сделать. Действительно важно понимать, что та программа, о которой мы сегодня говорим, во-первых, ее проект доступен для просмотра на сайте ФРЦ, это очень важно. И я покажу, если будет сейчас технические возможности где это найти. Но очень важно понимать, что это действительно структура, и в этой программе общая структура для всей категории детей, но то содержание, которое заложено, вот очень многие специалисты не понимают, чем заниматься с детьми с аутизмом, вот чем полезна такая структура общая, в общем оформленная тем, что там описана образовательная область, и как раз вот в этом контексте это является ориентиром и для специалистов, и вот о чем сказал Сергей Алексеевич, и родителям. Здесь можно еще добавить, это тоже момент не до конца решен, потому что когда мы говорим о начальном этапе, то целесообразно выделять там образовательные области или направлении работы, для меня вопрос пока не очень ясный, потому что, например, мы все время об образовательных областях думаем немножко позднее. Более конкретные задачи, которые требуют, ну, я не знаю, уж совсем мультуральной работы и очень высокого класса работы, чем быстрее ее сделаешь, тем будет легче переходить к образовательным областям. И каждое из этих направлений часто пересекается не с одной областью, а с нескольким. Поэтому здесь еще, поймите, это еще проект. К его будут носиться изменения наверняка, я уже сейчас знаю некоторые из них, которые жизненно не обходили. Ну вот очень важный момент как раз с коррекционной работой, да, потому что вот то, что мы видим и то, что мы оценили в собственной работе ФРЦ в течение многих лет, вот что было до апробации программы, ну, на самом деле еще раньше, еще до этого, очень многие специалисты в России стесняются в индивидуальных программах коррекционной работы с детьми прописывать вещи, связанные именно с коррекцией. И вот заходит ребенок, да, например, на занятия, у которого есть ярко выраженные поведенческие трудности, то есть фактически он даже не заходит в кабинет. При этом, когда мы смотрим индивидуальную программу специалиста, ну, на выезде, да, когда куда-то едем, мы видим, что там прописан ряд когнитивных задач, да, связанных с развитием в познавательной области, например, в речевой области логопеды, да, вот эту историю пишут. Но мы понимаем, что у ребенка не сформированы базовые навыки для того, чтобы он приступил к этим образовательным областям. И с этой точки зрения я, конечно, хочу усилить вот высказывание Сергея Алексеевича, то, что сначала должна быть проведена именно коррекционная работа. Я даже немножко добавлю. Вот, побывав неоднократно на всех экспериментальных площадках, мы видим, что вот как раз эти моменты недотягивание сугубо тех проблем, которые обусловлены аутизмом, они потом отзываются крайне болезненно на всем остальном процессе. Ну, например, у нас не отработано окончательно учебное поведение, а мы ребенка переводим в группу. И в результате мы получаем то, что возникают новые и новые эпизоды дезадаптивного поведения. И оно усиливается абсолютно. Или, например, когда мы не отработали элементарный навык обращения или элементарное отношение к окружающему «да, нет, хочу, не хочу», «допустимо, недопустимо», и после этого ребенок поступает в группу. Как он может это выразить? Он выражает это таким образом, который для окружающих неприемлемый. А вот это же базальный момент. Мы должны очень четко определить, где мы можем продвинуть ребенка, а где мы должны уже к нему подстраиваться. Если мы начинаем раньше срока подстраиваться, мы теряем потенциал коррекции и, может быть, компенсации. Если слишком долго подстраиваемся, мы его травмируем. Это очень сложный вопрос, и здесь единого пути нет. Здесь нужна главная задача работы с детьми с аутизмом постоянно наблюдать, думать, советовать. То есть, опять же, речь об этой самой индивидуализации. Аутизм, к сожалению, сложен, а с другой стороны, он продвигает педагогику как раз в сторону, о которой было некоторое время назад абсолютно модно говорить, и о которой мы вернемся, хотим или не хотим. Это обязательно множественность подходов, это обязательно плюрализм мнений, это обязательно... Ну, как? Я забыл. Да. Ну, в любом случае, это творческая такая составляющая. Не замкнутый на каком-то методе, не замкнутый на определенном подходе, а от ребенка исходящего. Да. Вот ребенка. И очень важно, коллеги, тоже про индивидуализацию. Вот не случайно Галина Васильевна говорила сегодня о этой самой индивидуальной адаптированной образовательной программе, потому что важно понимать, даже тогда, когда дети находятся в одной группе, у нас в государственной системе, все дети, пришедшие в дошкольную организацию, они находятся в численном составе какой-то группы. И вот здесь вот очень важно понимать, что находясь в составе одной группы, вот эта возможность индивидуализации и в форме, в которой мы, да, осуществляем занятия с ребенком, и цели, о чем говорила Юлия Ивановна, вот эти возможности, они очень широки. И даже на одном занятии в работе с разными детьми могут ставиться цели, само собой, разного уровня, и вообще могут быть разные цели поставлены. Если, например, ребенок с аутизмом пришел в инклюзивную группу, и у всех детей сейчас действительно главная задача, это вот в образовательной области, ну, например, связанной с художественно-эстетическим развитием, да, освоить какие-то азы, так сказать, рисования, то у ребенка с расстройствами аутистического спектра, который включен в эту группу, у него может быть вообще совершенно другая задача. И эта задача, она связана, например, с формированием как раз вот этого стереотипа учебного поведения и нахождения в одной группе вместе с другими детьми, выполняя совсем элементарные операции, не связанные со сложным рисованием. И вот, что мне нравится в дошкольном образовании, в свое время это отстаивали и отстояли, то, что нету четких, вот как в школе, да, в школе есть четко запланированные результаты, особенно в цензовом мы говорим образовании, по итогам каждой следующей недели ребенок должен показать все более и более сложный уровень своих академических навыков и знаний. Вот в ситуации с дошкольным образованием вот эта индивидуализация, она может быть осуществлена, с моей точки зрения, в достаточно полном объеме, ну, конечно, вопрос здесь о ресурсах. И я хотел бы еще зачитать несколько вопросов. Есть ли опыт работы детей с РАС в общеобразовательной группе? Ну, конечно, такого опыта работы его очень много, вот сейчас, о чем я сказал, это один из примеров, но очень важно понимать, вот опыт работы федерального центра в течение 25 лет показывает, что к концу дошкольного образования, то есть к 6 годам, очень малое число детей с расстройствами аутистического спектра готовы к полноценному включению в инклюзивную группу, учитывая то число детей, которые в эти группы ходят и их посещают. И, Сергей Алексеевич, этот вопрос, наверное, отчасти к вам, да? Да, пожалуй, я могу здесь давать. В апробации сейчас такого опыта нет. Но я наблюдаю, например, в 2014 саде Коснодара уже достаточно много лет, они занимаются проблемой аутизма больше 20 лет. Вот. И у них бывали такие ситуации, когда ближе к концу дошкольного периода ребенок закреплялся в общеразвивающей группе. Я не могу сказать, что это очень часто, но бывает. Аналогичной ситуацией у нас были неоднократно детки, которые вначале посещали у нас коррекционные занятия, но у нас занятия никогда не бывают просто коррекционными, они всегда направлены на то, чтобы ребенка к чему-то адаптировать, чтобы он от нас куда-то поскорее ушел. Вот. И ситуации, когда детки переходили в общеразвивающую группу, тоже были, но я тоже не могу сказать, что это слишком часто. Я думаю, что со временем это будет немножко почаще, когда у нас появится и достаточно специально ориентированная ранняя помощь, и когда у нас наладится, на мой взгляд, ключевой момент к решению очень многих вопросов, это полноценное качественное проведение начального этапа. Потому что остальное зависит от того, как мы адаптируем ребенка, насколько мы сформируем у него потребность коммуникации, и вслед за этой потребностью сформируем какие-то формы, способы коммуникации. В общем-то эти вопросы решаются в разных ключах, и я думаю, что мы рано или поздно выйдем на оптимальный режим такой работы. Наша программа, собственно, направлена и преследует применять эти цели. Еще один вопрос я вижу, я его зачитаю, и я хотел бы разделить ответ между собой и Галину Васильевну и Юлей Ивановной. Посмотрите, вопрос следующий. Сколько времени может продолжаться занятие в ДОУ с ребенком сразу? Родители усаживают ребенка на занятия на час. Если можно с конца, вот прокомментирую я, а потом вот то, что касается санпинов, да, и то, что реальные ситуации в центре, уже... Ну, вы, добры. Юлия Ивановна, Сергей Алексеевич, да, понятно, само собой. Так вот, что касается усаживания ребенка за час. В дошкольном возрасте санпины вообще не предполагают такой длительности занятий, если мы говорим о занятиях за столом, и это очень трудно не только для детей сразу, но час за столом сидеть крайне сложно, даже совершенно нормально развивающемуся ребенку, и, честно говоря, даже мне час за столом сидеть трудновато. Поэтому, конечно, такая ситуация, она нецелесообразна. Другой вопрос, что когда мы говорим о занятии, вот, например, у нас в центре есть у специалистов занятие длительностью час. Это не значит, что он сидит за столом час. Это значит, что занятие может быть разделено на три раза по 20 минут или четыре раза по 15 минут. Это значит, что это могут быть самые различные виды деятельности, в том числе свободная деятельность с элементами игры. И тогда мы не нарушаем ни санпины, не перегружаем ребенка и выстраиваем последовательно занятия с меняющимися видами деятельности, что для него и полезно, и относительно нетрудно. Ну и мои коллеги продолжат. Я могу вам сказать, что на начальном этапе иногда ребенку 10 минут много. Да, конечно. Потому что пресыщаемость – это очень характерное качество детей с аутизмом. И вот то письмо, которое подписала Татьяна Юрьевна Синюгина, она как раз направлена на то, что санпин, конечно, дело хорошее, но кто его писал, он с аутизм знаком слабо. Совершенно точно. И если мы будем подстраиваться под санпин, ну чем это отличается от того, что методика для ребенка или ребенок для методики. Поэтому здесь, конечно... Юлья Ивановна, как конкретно происходит? Вы как самая большая практика из нас всегда. Скажите, как у вас происходит реальное занятие? Конечно, мы ориентируемся на то, сколько ребенок может высидеть за столом. У нас это бывает и 2 минуты, и 5 минут, и 10 минут, и так далее. И все занятия прописаны в соответствии с санпином. Опять же, да, с санпином. То есть максимально продолжительность занятий на данный момент – это 20 минут. Ну, опять же, если в течение этого занятия, вот уже, если, допустим, доведено время на 20 минут, и ребенок не может высидеть, соответственно, тьютер уводит на комнату разгрузки, занимает, переключает на какой-то другой вид деятельности и так далее. Здесь, опять же, все индивидуализировано. Очень важный диапазон. Сергей Алексеевич сказал, что и 10 минут, но вот мы видим, что на самом деле, если ребенок заходит в группу, и он реально еще вообще не может сидеть или в индивидуальном режиме за столом, да, не садится по инструкции, по звонку, по сигналу, да, он к этому не приучен, то для него занятие может начинаться реально с самого факта посадки за стол, дальше поощрение и дальше другие виды деятельности. У нас была программа по отработке того, чтобы он удержался в комнате хотя бы 5 минут. Хотя бы 5 минут, да. Специально разрабатывалась программа. В этом году у нас тоже такой ребенок, и была задача для того, чтобы он вообще просто зашел в комнату. Да, и это... Потом, для того, чтобы зашел в середину комнаты, потом зашел в комнату и сделал по ней три круга и так далее. Сейчас этот ребенок уже присутствовал на празднике, выдержал полный праздник, и он уже самостоятельно усаживается на занятия, когда я его подключаю по фронтальным, и может самостоятельно быть с утра, просто посидеть на стульчике, но в течение 5 минут. Спасибо, дорогие коллеги. Я хочу в завершение нашего сегодняшнего вебинара, во-первых, горячо поблагодарить тех коллег, которые сегодня были со мной. Сергей Алексеевич, большое спасибо вам, Галина Васильевна вам, Юлия Ивановна вам. Я думаю, что всем это было очень интересно и полезно, и, честно говоря, это было интересно и полезно и мне в том числе, хотя и организатор этого мероприятия вместе с вами. Всем, кто сегодня был участниками, я желаю хорошего завершения этого года, скоро Новый год, я желаю нам всем успешного завершения апробации, Сергей Алексеевич, в следующем 2020 году. И для того, чтобы эта программа была реально внедрена в работу дошкольных образовательных учреждений в России, конечно, это самое актуальное пожелание относительно сегодняшнего вебинара. И, коллеги, если кого-то заинтересовал опыт нашего центра, вы можете зайти на сайт в любом поисковике «Аутизм. Федеральный ресурсный центр», написать нам, и мы вас приглашаем таким образом на наши стажировки. Что же касается опыта других организаций, то мы подумаем, каким образом мы с ними поговорим, каким образом это может быть организовано. Но если вы из тех регионов, которые сегодня Сергей Алексеевич назвал, тех площадок, которые участвуют в апробации, я думаю, что можно с ними по этому вопросу связываться напрямую, если они готовы это организовать. Тем, кому я обещал, еще один момент, я обещал, что расскажу, где программа находится. На сайте Федерального ресурсного центра в разделе «Образование» эта программа лежит прямо в полнотекстовом, да, первая ее версия, в полнотекстовом варианте, готовом для скачивания в формате PDF. Если вдруг вы не нашли, вы также заходите на наш сайт, через наш сайт, через контакты, пишите нам запрос на эту программу, и мы высылаем вам ссылку. У меня на этом все, и я еще, конечно, благодарю организаторов сегодняшнего мероприятия, то есть команду специалистов Федерального ресурсного центра. Всех с наступающим Новым годом и удачного завершения этого года. Спасибо. Продолжение следует...